Новый рекорд по сбору ранних зерновых установлен в Ростовской области. Об этом сообщил сегодня Василий Голубев. Уборка почти завершена. Окончательных результатов еще нет, но уже есть больше 15 миллионов тонн зерна при средней урожайности 44 центнера с гектара. Цифра в ближайшие дни еще будет уточняться, но только в большую сторону, закрепляя и без того впечатляющий рекорд. Прежний, лучший в истории результат по ранним зерновым наша область выдала в прошлом году – 14,5 миллионов тонн. 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе сбил микроавтобус. Было это возловие на перекрестке Измайлова-Ленина. Этот момент попал на видео. Ребенок делает шаг на переход, видит, что машина не останавливается и по инерции пытается перебежать дорогу перед ней. Но скорость слишком велика. 49-летний водитель и не думал притормаживать перед зеброй. Девочка пролетела несколько метров, сильно ударилась, но она жива и с травмами в больнице. В ходе реконструкции Дворца спорта сделано 40% строительных работ. Демонтаж выполнен практически на 80%. Идет монтаж кровли, заливка полов бетоном, восстановление трибун. Подрядчик подбирает различные варианты покрытия под сиденья. Они испытывают их, то есть они сверлят, они царапают ключами для того, чтобы понять, как это будет себя вестись в процессе эксплуатации. Поэтому пока работаем мы довольны. Задача подрядчика к концу года – закрыть полностью периметр и уходить во внутренний контур для отделки и проведения здесь работы. Раньше на трибунах Дворца спорта было 2360 зрительских мест, а после реконструкции их вместимость заметно вырастет. За хоккейными матчами и другими соревнованиями на льду смогут наблюдать 3500 болельщиков. На гандбол или концерт зал вместит 5000 человек. Перед началом строительных работ подрядчик побывал на спортообъектах в Подмосковье и взял лучшее у местных дворцов спорта. Это город Электросталь и Воскресенск. Мы приняли опыт, там не так давно были завершены работы по капитальным ремонтам, поэтому это была плодотворная поездка. Что-то мы для себя нового увидели, как нужно сделать, а что-то наоборот поняли, что нужно двигаться в другом направлении. В ближайшее время здесь начнут установку вентиляционных систем. Дата полного завершения работ – декабрь 2025-го. Но строители идут с опережением графика и готовы сдать объект на несколько месяцев раньше – к 1 сентября, то есть практически через два года. Реконструкция улицы Вавилова с развязкой на ее пересечении с Королева и Особиной вышла в активную фазу. Об этом сообщил Алексей Лагвиненко. Сейчас там перекладываются инженерные коммуникации, сети газа и водоснабжения и канализации, демонтируются строения и сооружения на месте строительства. Параллельно завозят строительные материалы, песок, гравий и так далее. Подрядчик начал подготовку к обустройству ливневой канализации. Горячее питание станет с 1 сентября бесплатным не только для школьников, чьи отцы мобилизованы, но и для всех детей, участников СВО. Такую расширенную меру соцподдержки утвердила Городская дума. Решение принять в целом. Прошу голосовать за, против, воздержались. Решение принято единогласно. Спасибо. А молодых учителей решили поддержать финансово. Им будут ежемесячно выплачивать по 2000 рублей на оплату коммуналки или аренды жилья. Такая мера должна привлечь в город начинающих специалистов. Внесены изменения в генплан города. Они связаны с комплексным развитием территории старого аэропорта и развитием трамвайной инфраструктуры. Будет рассмотрена возможность запуска нового направления на территорию левого берега. Да, это будет не завтра, наверное, но все равно в перспективе новый трамвай должен обслуживать и вновь созданную, активную, теперь уже развивающуюся левобережную территорию. Изменения правил землепользования и застройки города защитили исторически ценное здание старого центра. У нас есть аварийные дома, которые не являются объектами культурного наследия. Но они формируют архитектурный облик города. Создана при администрации города комиссия с участием общественников. Данная комиссия определила дома, которые являются таковыми, то есть создающими архитектурный облик. Теперь для земельных участков под такими домами будут действовать новые правила, по которым реконструкция допускается с обязательным сохранением оригинального вида фасадов. Также на заседании согласовали назначение новых глав администрации Первомайского и Ленинского районов. Ими стали Сергей Ковшиков и Юлия Мещук.